Здравствуйте! В сегодняшнем видео расскажу о четырех правилах, которые дадут вам возможность использовать подводный бокс и, соответственно, уберечь вашу камеру от запотевания во время погружений, а также попадания соленого тумана и прочих воздействий влажности. Итак, первое правило. Вы, когда собираете свое подводное оборудование для погружения, собирайте его, пожалуйста, с вечера. В спокойной обстановке, уделяя это примерно 20-30 минут. Это обеспечит вам полную качественную сборку оборудования и проверку его. Вы не будете спешить, потому что утром, как всегда, как обычно, да, то есть мы просыпаемся, бежим на завтрак, протираем вот так вот глазки. И после этого мы что-то забыли включить, что-то забыли вставить. Бокс закрыли, случайно перекосили крышку, случайно под резинку попал какой-то ворс, бах, и камера потекла. Точнее, не камера, а бокс. А камера, соответственно, испорчен дайв, испорчено настроение. Все. То есть вы начинаете искать виноватых, как правило, вы находите виноватых в боксах и в их производителях. Очень тяжело себе самому сказать, что да, в этом случае виноват я. Поэтому собирайте их, пожалуйста, с вечера. Это первое правило. Второе правило. Собирайте, когда подводный бокс, собирайте их в чистом помещении на ровной поверхности, без ворсистых всяких полотенец, чтобы у вас между резинкой и вашим боксом не попал ворс. При этом, если вы собираете его под кондиционером, то уровень влажности будет минимальный. И при перепаде температур, особенно когда вы попадаете в термоклин, ваши боксы будут оставаться не запотевшими внутри. Третье правило. Если вдруг вы случайно оставили подводный бокс открытым, во влажном помещении, либо на улице, а это очень часто происходит. То есть вы взяли, открыли, оставили подводный бокс и ушли. Естественно, что во внутренних полостях образуется влага. Что же делать? Берете обычный фен, которым женщины сушат волосы, и сушите внутренние поверхности бокса. Опять же, в помещении с кондиционером. Не включайте фен в режим очень горячей сушки. То есть дуйте обычным прохладным воздухом, то есть без нагрева. Влага и так уйдет из подводного бокса. После того, как вы все продули полости, ну, в течение 5-10 минут примерно, закрываете опять подводный бокс и оставляете его таким образом внутри помещения. Четвертое правило. Никогда не открывайте свой подводный бокс, как бы вас не просили, вблизи воды. Если вы захотели все-таки посмотреть отснятый материал, в подводных боксах есть режим входа в меню видеокамеры и включение ее в режим просмотра записи. Вошли, включили, просмотрели. Аккумуляторные батареи подводных боксов совершенно спокойно дают вам возможность работать в режиме съемки и в режиме просмотра более 8 часов. Такое количество времени вы не отснимаете и не просмотрите видео. Поэтому берегите свои камеры, соблюдайте правила закрывания и открывания подводных боксов и ваши камеры будут служить вам долго, так же, как ваши боксы. И напоследок расскажу, как я пользуюсь подводным боксом. То есть, когда я прихожу после дайвов, вечером, я его кладу в опреснять, соответственно, в душе. После того, как сам принимаю душ, он в это время, соответственно, сохнет. Он высох, то есть, после этого протерли его аккуратненько тряпочкой, вынули камеру, бокс закрыли. Бокс у вас стоит, готовый к следующей сборке. С камеры скинули все, что вам нужно, зарядили аккумуляторные батареи и, соответственно, после того, как вы уже готовы его собирать, аккуратненько все это на место собрали, поставили, все проверили, включили, все у вас заряжено, все это выключили подводный бокс, оставили его до утра. В таком состоянии он утром совершенно спокойно, после того, как вы все процедуры проделали, берете с собой подводный бокс, идете нырять. В течение шести лет, пока я ныряю, снимаю, то есть, у меня ни один бокс не потек, не запотел. Единственный раз, когда я сам по своей глупости сделал ошибку, то есть, я вынул видеокамеру любительскую, и на ней был установлен широкоугольный объектив, точнее, широкоугольный конвектор. Я его не стал отворачивать с камерой, оставил его с камерой вместе в помещении, и у нас в домике не было кондиционеров. Влага образовалась между линзой и объективом камеры. И когда мы попали в термоклин, соответственно, влага осталась на внутренней поверхности этой линзы, что не дало совершенно снимать видео. Было очень неприятно, но, как говорится, сам дурак. Поэтому не спешите, не торопитесь, все части шушите отдельно, оставляйте их на просушку, снимайте качественное видео, без всяких эксцессов. А с вами, как всегда, был Максимов Альберт. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!